Но настанет время и настало уже, настанет время для вас и настало уже во мне, когда истинные поклонники, все поклонники Ветхого Завета неистинные, все служение священниства Аарона неистинное, тень, образ, символ, галлюцинация, Христос пришел и не поклонялся с учениками три с половиной года в храме ни одного раза, за три с половиной года Он не принес ни одной жертвы, за три с половиной года субботники, Он не исполнял субботу и не чтил ее, как вы, Он продолжал жить в субботу, как и в понедельник, и это раздражало фарисеев, Иисус не таскал десятины в храм, и это удивляло учеников, когда Он их в этом упрекал, в лице Петра. Весь народ был в завершательстве, пришел человек, который не может быть земным человеком, Иосиф Флавий писал в Иудейской войне и утверждал, что Иисус Христос не просто кто-то, Он утвердительно написал, это Мессия, которого отвергли, который был человеком Божьим, и был ли Он вообще человеком? Вот как Он написал. Не в смысле не был, а в смысле это сверхчеловек. Пришел образец нового поклонения с неба, и Иисус, внимание, три с половиной года не танцевал, не пел, не совершал поклонения, которые были привычны для Ааронова стиля поклонения Ветхого Завета, которые являются еще раз подробными картинами переживаний истинного поклонения в духе и истине. Субтитры создавал DimaTorzok